Сейчас я представлю лишь очень краткий, очень предварительный обзор тех возможностей, которые предоставляет TXM при работе с корпусом SCAT и, в частности, при работе с корпусом CETAT. Но это действительно первый опыт, который был протянул буквально за несколько минут, поскольку разметка продолжалась тоже до самого последнего времени. Это показывает, что трудозатраты и технический вклад, который нужно внести, чтобы получить вернулись, он не столь ведет к умеренному растению данных, возможности анализа будут также расширяться. Хотел также напомнить, что помимо тех адресов, которые указала моя коллега, корпус SCAT, достаточно новой версии 2018 года, представлен на демонстрационном портале платформы TXM. Он находится на открытом доступе, там есть небольшая информация о самом корпусе, и можно читать тексты и делать запросы с помощью TXM. Основная работа была проведена, присутствующая здесь, в демонстративном секунде. Это большая версия корпуса, в него входит 24 текста, почти 200 тысяч словопотреблых. И помимо возможности работы с корпусом онлайн, его чтения, можно, нажав кнопочку на сайте, скачать так называемый бинарный корпус для работы с локальной версией TXM, которая предоставляет некоторые инструменты статического анализа, которые я продемонстрирую, они доступны только в локальной версии. Но единственное, чего нет в этом корпусе, который сейчас на портале, это вот этой разметки стат, которая идет и продолжается в настоящее время. Ну, этот корпус, я его назвал, чтобы отличить от большого корпуса стат, отличие 18 цитов, да, отличиеся в цитат, вот, где-то, два предъявления, они себе глушительского прибора и фишемского, их объем небольшой, то есть, на каких-то выводах глобальных, квантитативных мы делать не можем, это скорее демонстрация тех инструментов, которые предоставляются. Вот, ну, первая возможность, которая уже была продемонстрирована, это просто чтение, то есть, использование платформы как инструмента для чтения, для навигации бутекста. И, добавок, просто чтению текста как на странице книжки или электронной книги, там можно иметь, возможно, простыми довольно способами, с помощью технологии CSS, прекрасно известный всем веб-дизайнерам, да, можно каким-то образом вот эти цитаты выявлять. Здесь я сделал подчеркивание цветом, вот, но можно разными цветами подчеркивать разные типы цвета, вот, можно делать это динамически и так далее. Вот, то есть, можно вводить такой режим чтения, при котором эти цитаты будут, ну, как в исходном документе Word, да, они будут визуально, визуально видны. Вот, далее, ну, один из самых распространенных базовых инструментов при работе с корпусами, это конкорданс, так и Word and Context. Вот, ну, в данном случае, это немножко такой трансформированный конкорданс, да, обычно мы в конкордансе вводим, ну, висковый, там, слово или мотив, который мы ищем, и контекст, и левый, и справа. Вот, вот, цитаты сами по себе представляют уже довольно, там, более или менее развернутые высказывания, массивы. Вот, можно сократить до минимума или до нуля левый и правый контекст, и используем канал просто как инструмент вывода списка различных цитат. Да, достаточно простой, да, платформа TXM использует поисковую машину сетью P и язык запросов корпуса Core Language, который достаточно распространен во многих проектах, во многих корпусах. И, ну, в основном, эта поисковая машина рассчитана на работу с отдельными текстоформами, вот, там, есть много возможностей, но, и у нее есть такой небольшой слой для работы с элементами XMR. Да, и, в частности, поскольку все цитаты были размечены с помощью TagQ, да, можем, вот такой простой запрос, начальный, конечно, TagQ и в квадратных скобках указывается любая текстоформа, да, то есть мы получаем выборку из всех цитат, вот их 183 в нашем микрокописе. Также можно вводить условия по типам цитат, но я этого не делал, но это все язык SQL позволяет делать достаточно легко. Ну и далее возможность, одна из тоже базовых функций TXM, так называемое «возвращение к тексту». Да, здесь мы делаем двойной клик на струбку конкорданса и получаем цитату на странице текста. Ну, к сожалению, видеороектор не позволяет нам видеть выделение, но, поверьте мне, что на нормальном экране видно, что соответствующий запрос у текста цитата выделяется цветом. Другая функция такого качественного исследования корпуса называется «прогрессия». Да, это график, мы тоже вводим некий запрос на языке SQL, есть два варианта, это коммунитивный, то есть при каждом вхождении искового выражения, ну, вот у нас на одну ступенечку эта кривая поднимается. Да, она позволяет увидеть, ну, так скажем, динамику употребления, да, какого-либо выражения в нашем корпусе. Ну, естественно, два жития, то есть в данном случае уместно рассматривать, как отдельные под корпуса. Да, вот слева у нас Глушицкий… А, ну, да, здесь я сравниваю, на самом деле, первые слова цитат и все слова цитат, но графики очень похожи, они бы сильно различались, если бы были длинные цитаты. Там бы, то есть по первому слову мы просто видели каждый раз, когда начинается цитата, а длинные цитаты там были бы такие большие, вертикальные практически. Но здесь мы видим, что в основном цитаты короткие, вот есть какие-то фрагменты плоские, где цитат нет, если у нас размечена структура текста содержательная в каждом варианте, то можно анализировать, в каких частях текста цитаты присутствуют и не присутствуют. И также можно строить график по различным типам цитат, чтобы исследовать, как они функционируют внутри текста. Следующий пример, это уже я сравниваю Кушицкого и Пельшевского. Ну, тоже цитаты видно, что на протяжении всего текста присутствуют. Есть какие-то небольшие фрагменты, где они остаются, но в целом они, то есть по цитированию, он действительно является неотъемлемым и постоянным частью текста. Ну, вот какие-то различия между двумя житиями, тем не менее, имеются. Да, вот если у Пельшевского так более или менее эта кривая растет равномерно, то у Пельшевского есть какие-то периоды, какие-то фрагменты, где этот цитат отсутствует. Поэтому это может привлечь внимание для дальнейшего исследования. Перейду сразу к следующей функции, это частотный словарь. Вот благодаря вот этой разметке и ее интеграции в корпус, мы можем очень легко построить, ну, во-первых, на всем корпусе просто частотный словарь по типам слов внутри цитат. Вот «но сид» — это то, что находится вне цитат, естественно, большинство слов. Ну и дальше вот мы видим данные по каждому из указанных ранее типов. Вот это корпус целом, а справа показан тот же самый индекс, но на разбивке. Да, то есть мы смотрим индивидуально по каждому из действий. Да, и все эти таблицы, они могут экспортироваться в формате CSV, и далее можем работать, например, с целью для другого метроитета. Вот еще один частотный словарь. Здесь я уже увожу не тип цитаты, а словоформа. Здесь мы видим наиболее частотные слова во всех цитатах. Но вначале, естественно, служебные слова появляются. Вот, ну, вот, например, вот эта форма «мине» — додательный. Это, к примеру, додательный падеж от бестремения первого лица. Нет? Это… Винительный. Винительный. Винительный и родительный. Винительный и родительный. Вот он оказывается очень… его рамп оказывается очень высокий. Но пока это просто, ну, так скажем, грубая статистика. Вот дальше мы можем использовать инструменты более тонкого статического анализа. Один из этих инструментов — это специфичность. Ну, опять же, вот на том корпусе, который мы имеем, все эти инструменты — это скорее демонстрация, чем какие-то реально значимые данные. Но, тем не менее, да, вот специфичность — это функция, которая показывает, насколько вероятна вот данная частотность определенной слова «формы» и так далее в данной части корпуса по сравнению с корпусом в среднем. Да? То есть, вот эта цифра, индекс зрительности — это порядок вероятности. Да? То есть, если зрительность 13 и 4 — это значит, что вероятность 1 разделить на 10 в 34 степени. Да? То есть, скажем, крайне маленькое, что это случайность. Вот. И вот это как раз родительно-винительный падеж, да? Вот эта слова-форма «мини» крайне специфична для цитат, но именно у Глушицкого. Да? У Пельшенского любой индекс меньше 2 считается в пределах погрешности. Вероятность 1 из 100 достаточно высока в данном случае. То есть, в одном из текстов вот эта флаформа «мини» крайне сверх представлена в цитатах. Ну и это вот общая таблица, которая показывает весь наш словарный состав. И дальше можно выделить несколько строк и посмотреть вот такую гистограмму в столбцах. Вот так же мы видим, вот я выбрал просто 5 или 6 наиболее специфичных для цитат у Дионисия Глушицкого форума. Видим такие результаты. Вот. И последнее, что я хотел показать, это факторный анализ тоже, который позволяет получить такую картографию корпуса. Да, еще раз можем дочинить, что корпус был разделен на 4 части. Да, у нас два жития, в каждом житии разделяются слова внутри цитаты и слова вне цитаты. Вот. И дальше, вот факторный анализ позволяет классифицировать вот эти вот корпуса, да, в данном случае мы работаем со словоформами, то есть по частотности, по совместной встречаемости разных словоформ. И получается довольно таки, ну, результат нас радует, потому что вот эти 4 точки, да, эти части, да, значит, это Клушицкие слова в цитатах, это Пельшемские слова в цитатах, значит, Клушицкие не в цитатах, Пельшемские не в цитатах. То есть они у нас оказались разнесены по четырем сторонам, да, вот это, ну, тут, конечно, не видно, но где-то вот здесь идет центр оси, да, то есть вот каждая, каждая из частей у нас оказывается в разной части графика. И по первой оси у нас противопоставлены сами жития, то есть у них разная лексика, вот, а по второй оси у нас очень четко противопоставлены цитаты и не цитаты, да, то есть вот. Ну, и дальше можно посмотреть, какие, собственно, словоформы организуют, строят пространство факторного анализа. Вот опять мы видим эту вот словоформу мини, очень характерную для цитата у Дианисия Глушицкого. Вот дальше вот здесь практически, да, но TXM позволяет делать, увеличивать, делать зумы, фильтровать эти формы. То есть мы можем более детально посмотреть, но, то есть, далеко идущих выводов, конечно, делать мы не можем, но демонстрация, на мой взгляд, достаточно убедительная, что продолжать данную работу можно и нужно. Вот, ну, и что касается перспектив исследования по словам от TXM, пока весь анализ был проведен на словоформах, вот при наличии лематизации можно работать по лемам, возможно, по гиперлемам, можно менять параметры отсечения наиболее-наименее частотной формы, также можно применить дополнительные инструменты автоматической обработки текста, да, посмотреть по буквосочетаниям, например, по граням и так далее. Это аспект развития аналитического анализа, и другой аспект, который нас интересует, это развитие такой гипертекстовой навигации, ну, вот, какие-то тоже небольшая демонстрация была проделана, но это можно развивать и связывать, как бы, сами тексты этих же TXM с текстами источников. Посмотрите на аналитическую линию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ